Данил Борисович, здравствуйте! В апреле в Омской филармонии по традиции проходит этот месяц под знаком джаз. И в этом году тоже не исключение, будет ваш концерт, будут выступать артисты Омской филармонии с программой городской джаз. В конце концов, в апреле отмечается Международный день джаза. Но это все были поводы... В конце апреля. Да, все это были поводы для того, чтобы пригласить вас вот к такой встрече. И правда в том, что мы просто очень сильно соскучились. И у нас не будет возможности пообщаться с концертом. Поэтому у нас есть вопросы от наших подписчиков. А первый вопрос, Данил Борисович, связан с тем, что в одном из интервью вы назвали девизом вашей жизни строчки из стихотворения Булата Акуджавы. Каждый слышит, как он дышит. Вот чем сегодня дышит Данил Крамер? Что является наиболее значимым, первостепенным в вашей творческой деятельности сейчас? В моем дыхании ничего не изменилось. Я чем дышал, тем и дышу. Дышу концертами, дышу музыкой. Балет пишу сейчас для Красноярской филармонии, для Красноярского балета. Делаю онлайн-проекты, которые все равно мне не заменят живого общения. И никому не заменят живого общения музыканта с публикой и публики с музыкантом. Это незаменимо. Меня уже не раз спрашивали, не боюсь ли я конкуренции с онлайном, с компакт-дисками и так далее. Нет, не боюсь. И никому не советую бояться. Поэтому нет, в моей жизни в этом плане ничего не изменилось. Никакие приоритеты не изменились. И несмотря на то, что да, в моей жизни появился онлайн, и я открыл серию трансляций с помощью моего спонсора. Я открыл серию трансляций для того, чтобы помогать молодым музыкантам, у которых стало намного меньше работы, и очень сильно сократился ареал их существования. Я открыл эту серию трансляций из джаз-клуба «Эссе». И они идут по вторникам и четвергам в два часа дня по московскому времени. Все, кто хочет, смотрите. Там и молодые, и опытные, и уже сложившиеся кумиры публики, и начинающие музыканты. Я даю эфир всем, кому могу, помогаю. Это делает профессиональная телекомпания, которая специально для этого законтрактована. И я надеюсь, что даже таким образом, наверное, я соберу такую своеобразную ретроспективу современного московского и не только московского джаза. Это будет крайне ценно через какое-то количество времени, поскольку я собираюсь все это записать. Это уже записано на жестком диске, на флешках. Я все это переведу на какую-то постоянную платформу. Так что нет. И сейчас, когда восстанавливается концертная жизнь, опять же, в моей жизни ничего не изменилось. Я чем дышал публикой, концертами, переездами, музыкой, тем и продолжаю дышать. Проще всего проект, о котором вы упомянули, посмотрите на вашей страничке в Facebook. Я так понимаю, можно по ключевым словам... И на моем канале в YouTube. Да, и на вашем канале в YouTube. Дадим по окончании встречи ссылочки тоже в комментариях к этой трансляции, чтобы можно было легко найти. И в начале вы упомянули очень удивительную вещь. Вы пишете балет. Я не ослышалась. Для красноярского балета расскажите, что это такое. Удивительно. Я совершенно неожиданно осенью получил первый в своей жизни серьезный композиторский заказ. То есть я до этого просто сам пишу, сам писал издательство. Брали у меня эти записи, издавали. Но тут ко мне обратился балет Красноярской филармонии с предложением написать одноактный джазовый балет. Премьера в декабре. Теперь уже этого года. И вот сейчас я дописываю балет. Может быть, какие-то особенности? То есть это, не знаю, похоже на какой-то классический джаз? Это балет для джазового живого квартета и современного балета. Играть я буду сам. Это просто фантастико. В смысле с квартетом. Наверное, стоит поехать, если кто-то увлекается культурным туризмом, запланировать такую же поездку. Вы прям делегация собирается, мне сказали. Ну, это очень интересно. Очень интересно. Может быть, проект будет тоже гастролировать в другие города. Я надеюсь на это. Было бы здорово. Ну, и в таком случае, следующий вопрос, который нам задает Елена Климова, она написала его в сообществе ВКонтакте по поводу переосмысления своей жизни после пандемии. То есть, вы уже упомянули, что новые проекты, новые идеи возникли. То есть, был некий такой толчок дан. Но вот она описывает разные ситуации жизненные. Кто-то оказался в очень маленькой квартире, разные поколения. Дети должны в Зуме делать школьные уроки. И вот она спрашивает, как вы пережили отсутствие гастролей, изоляцию от людей. И есть такое предположение, что, может быть, от людей вы уже уставали. И пандемия, наоборот, дала возможность как-то побыть наедине с самим собой. Да нет. Усталости от людей у меня не было. Вернее, она есть, но она никуда не девается. Это другой тип усталости. Но это хорошая усталость. Это усталость, которая является следствием востребованности. Я ни за что эту усталость не хотел бы ни на что поменять. И то, что было, то, что я остался летом, во всем есть и хорошее, и плохое. Во всем, в любом случае, для меня. Я первый раз, наверное, за всю свою жизнь, за все свои 61 год, я первый раз целиком увидел лето. Я его никогда не видел. Даже когда я был ребенком, получалось так, что, ну, месяц, три недели, максимум, по-моему, пять недель я видел лето. Все остальное время я занимался, я работал, делал новые программы. Это было с детства. И тут первый раз, вот начиная с мая и заканчивая концом сентября, я увидел все. Я увидел по-настоящему, как все расцветает и как все уходит в осень. Никогда в жизни такого у меня не было. С одной стороны, я наслаждался этим, наслаждался тем, что я успел построить на даче дом. И теперь было, где комфортно провести лето. Собственно, моя семья и не особо нуждается куда-то ездить. У нас нормальный, комфортный дом. Я много сил в него вложил и копил деньги, чтобы все это построить. С другой стороны, конечно, я еще раз понял, что я не из тех музыкантов, которые способны работать в ящик, не видя перспективы. Мне нужна перспектива. Я готов сидеть с балетом, зная, что это будет исполнено. Я готов сидеть с любой программой, зная, что это будет исполнено. Зная, что это будет вынесено на публику. Что это не будет засунуто в ящик. Есть люди, которые прекрасно могут на ящик работать. Я просто не принадлежу к их числу. И поэтому, несмотря на наслаждение от лета, я под конец уже реально начал выть в потолок, как волк. Потому что мне очень сильно не хватало сцены. Мне очень сильно не хватало публики. Вы не представляете, что я почувствовал, когда уже, по-моему, то ли в сентябре я впервые вышел на клубную сцену в Москве. Я не знаю даже, как передать то, что я чувствовал. Вдыхая этот воздух, подойдя к обычному клубному электронному фортепиано. Это было, по-моему, с композиторов. Просто видя, как собирается публика, уже подзабытое зрелище. В общем, сейчас это, слава богу, уже начинает потихонечку приходить в норму. Вот сейчас мы с вами разговариваем. У меня как раз я вчера прилетел из Ижевска, с тура, с той самой программы, с которой я приеду в Омск к вам, с программы Этуаль Мануш. Так что сейчас, да. Но я получил очень хороший урок для себя лично, что для меня значит сцена и публика. Мы о программе предстоящего концерта еще поговорим. Но есть вопрос от Анастасии Севцовой, которая как раз спрашивает по поводу последствий пандемийных со стороны публики. Она прочитала в недавнем интервью органиста Кэмерона Карпентера, который у нас выступал в Омске. Он высказал мнение, что музыкальная индустрия уже не вернется к прежним масштабам, даже когда пандемия закончится. И что люди пересмотрели свое отношение к потреблению культуры. Вот что вы думаете по этому поводу? Согласитесь, или все-таки видите более оптимистичную картину? Ситуация музыкальная и концертная, и пересмотр людьми своего отношения к залам меняются непрерывно на протяжении столетий и десятилетий. Это нормальный процесс. Ситуация не может быть одинаковой и никогда не будет одинаковой. И если посмотреть, как ходили на концерты в начале 20 века, и как ходили в конце, когда появились компакт-диски, телевидение и так далее, мы же не можем сравнивать ни способ потребления культурных продуктов, ни масштаб потребления культурных продуктов. И на это все влияет все. Влияет и технический прогресс, влияет изменение менталитета, влияет в данном случае пандемия или ее отсутствие. Хотя, честно говоря, у меня большие сомнения в том, была ли это пандемия, или это был интересный такой эксперимент над человечеством. У меня большие сомнения по этому поводу, честно говоря. Но, тем не менее. И поэтому данная фраза о перемене потребления масштабов, способа потребления продуктов культуры, она для меня звучит смешновато, наивно. Это всегда меняется, это всегда развивается. Это может быть больше или меньше. В свое время, после реформы Шонберга в 20-х годах 20-го века, публика просто ушла из концертных залов. И что? Классическая музыка на какое-то время стала достоянием снобистических элит, я бы так это назвал. Ну и что? Потом пошел процесс примитивизации человечества, начиная с голливудского конвейера. И что? Мы же просто вот в данном случае, с одной стороны, лично я принимаю этот мир как данность. Это не значит, что мне нравится. Это не значит, что я, принимая как данность, не буду сопротивляться данности, в данном случае, скажем, процессу примитивизации человечества. Но я понимаю, что это нормально, что человечество делает, что оно считает нужным, или то, что его заставляют делать. Если мы сейчас коснулись темы изменений, то, может быть, какие-то современные тенденции в джазе вы отметите. Елена спрашивает о том, как развивается джазовая музыка в среде молодых исполнителей и композиторов. Как они находят друг друга? Вот можете ли вы прокомментировать эту ситуацию? Как все музыканты находят друг друга? Постоянно находят. По записям находят. На концерты друг к другу приходят. В Москве постоянно идут джем-сэшны. Там приходят джазовые музыканты, знакомятся, играют на джемах вместе. Знакомятся через третьих, четвертые лица, пятые лица. Кто-то с кем-то знаком сказал, а ты знаешь, я там слышал такого-то музыканта, вот ты позвони этому, он тебя с ним свяжет. Происходит это всеми возможными способами, знаете ли, как находят люди друг друга. И так всю жизнь. Что касается того, как развивается современный джаз, российский, я бы сказал, развивается интенсивно. И вот сейчас, видя вот эти трансляции, которые я организовал из эссе, я могу сказать, что я откровенно радостно, если не сказать счастливо, смотрю на молодых музыкантов. И я понимаю, что идет процесс развития. Что касается генерации идей, здесь несколько сложнее, но мое мнение таково, что сейчас идет процесс накопления информации в России, которая потом обязательно выльется в генерацию новых музыкальных идей, в новые синтетические жанры, в новые проекты. Посмотрим. Мне кажется, что сейчас этот котел, несмотря ни на какие эпидемии, он не прекратил вариться, и это очень радует. Но пока что еще главным генератором идеи остается Америка, хотя уже Европа много точек перехватила у Соединенных Штатов в плане генерации музыкальных идей, я надеюсь, что и Россия уже, собственно, вблизи того, чтобы присоединиться к этому процессу. Главное, чтобы нам не превращали нашу культуру целиком в то, во что превратили, в дополнительное образование. Это вопрос к нашим милым министерствам. Вот они вполне способны процесс затормозить, прекратить. Они у нас профессионалы в этом плане. Но вы во многом способствуете развитию и открытию новых имен и представлению публики тех, кого, может быть, в каких-то регионах не так хорошо знают, как в столицах. И вот пример. Это очередной концерт, который состоится 11 апреля. Звезда Мануш. Вы привозите очень интересных исполнителей. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. И вы сказали, что уже начались концерты в рамках этого гастрольного тура, как проходят, как они принимают публика? У нас уже два концерта прошло. Первых концерт в Казани, концерт в Ижевске. Завтра мы играем в Москве. И после этого вылетаем в Екатеринбург оттуда к вам. Значит, для тех, кто не знает, Мануш – это название французского цыганского джаза. Мануш – это слово из языка французских синти. Синти – это франкоязычная цыганская группа. И на языке синти «мануш» означает «человек». И вот этим словом было обозначено, обозначен целый блистательный стиль. Кстати, «мануш» – это как раз одна из тех точек генерации идей, которая принадлежит целиком Европе. И которую Америка с восторгом подхватила. И европейские музыканты здесь, конечно, безусловные лидеры. В этом джазовом ответвлении особенно французские музыканты, они откровенные лидеры. Но, собственно, именно французские цыгане являются родоначальниками этого вида музыки. Я играл на Манушевских фестивалях во Франции. И, кстати, наши гости Дмитрий Купцов и Полина Касьянова тоже. Они очень известны в манушевском французском мире. Они очень много там играли со многими музыкантами. Участвовали в тех же самых манушевских фестивалях, в которых участвовал и я вместе с Дидьей Локводом. И должен сказать, что уже первые два концерта показали, что мы отличная команда. С нами вместе блестящий контрабасист Игорь Иванушкин, еще и поющий контрабасист. Я всегда считал, что я самый поющий пианист, но Игорь меня переплюнул с большим отрывом, должен я сказать. И он соединяет в себе черты прекрасного музыканта и прекрасного шоумена, как оказалось. Это было для меня вообще открытием. Я для себя открыл певицу Полину Касьянову. Я до этого только слышал это имя, но никогда не встречался с ней. И я планировал этот концерт как инструментальный, но когда послушал Полину, а она супруга Дмитрия Купцова, они супружеская пара, я когда послушал, я полностью за одну репетицию я полностью сменил концепцию концерта. И теперь у нас концерт, в котором у нас, собственно, инструментал только занимает какую-то часть концерта, а в основном это соединение инструментала и голоса. Это именно не вокальный концерт, а соединение инструментала и голоса. Это очень специфично. И, конечно, этот блистательный, энергичный стиль с заводной до безумия. Он нам самим очень нравится и должен сказать, что я не понимаю, кто больше кайфует. Мы или публика, ходясь на сцене. Потому что мы сами заводимся там прямо. И несмотря на то, что у нас есть срепетированные вещи, но уже два концерта показали, что мы понятия не имеем, что как пойдет. И это очень радостно. Ну, я смотрела видео с Полиной Касьяновой. Она, конечно, такая, абсолютно влюбила в себя меня. Я совершенно восторжена. Она это быстро делает. У нее потрясающий голос и истинно джазовая манера. Она чудная певица оказалась. Просто чудесная. И она представляется такой очень свободной какой-то личностью. Действительно, вот про нее пишут, что у нее свой уникальный стиль. Но она действительно какую-то особенную атмосферу вокруг себя создает. И одновременно и бесшабашная, и какая-то тонкая, глубокая. То есть вот что-то очень-очень интересное. Должен сказать, что ее исполнение медленной музыки меня просто покорило. То, как она чувствует себя в пространстве. Во-первых, это показывает уровень ее владения вокальной техникой, а он очень высок. И во-вторых, это показывает, что она действительно она глубокая певица. Это не такая уж частая история в джазовом мире. Свингующих много, а вот глубоких их поменьше. Я очень рекомендую, конечно, всем послушать вживую. Такая возможность будет 11 апреля. Я обращаюсь к чату и не вижу вопросов, но вижу очень-очень много сердечек. Данил Борисович вам посылает лучи любви. Соскучилась история. Так, и вот, кстати, да, появился вопрос. Так, одну секундочку. Да, ну это тоже слова благодарности. Говорят, что очень не хватало джазовых концертов и хотят, чтобы прошел джазовый парк, который у нас летом организуется. Ой, я сам его очень жду. Да, это, конечно, замечательные проекты, но вот что уже гарантировано точно, насколько это, конечно, возможно в текущей ситуации мировой, запланирован абонемент на следующий сезон. У нас уже состоялась первая ярмарка абонементов. Данил Борисович, хочу сказать, что, как обычно, ваш абонемент в лидерах пользуется очень большой популярностью. И немножечко представить, может быть, программы хотелось бы услышать от вас. Три концерта. Здесь в России живут два кубинских музыканта блестящих, и я планирую с ними сделать проект кубинской музыки. Они, кубинцы, просто переселились не так давно в Россию, и в связи с тем, что мы не знаем, осенью останутся трудности приглашения иностранцев или нет, а тут такой случай. И мы их немедленно пригласили. Тем более, что музыканты классные. Настоящие, такие, настоящие кубинцы, заводные. И с ними будет Даша Чернакова, любимица Бразилии, любимица вообще всех латиноамериканских стилей, с которой мы, кстати, только что сыграли. Вообще дуэтный сольный концерт в Самаре, на котором еще Даша и пела бразильские песенки. И, наверное, мы тоже включим это в программу нашей афрокубинской музыки. Это нас ждет осенью. Вот такая заводная, заводная кубинская программа, наверное, с небольшим бразильским акцентом. Потом все-таки я мечтаю, что если откроются наши границы, то все-таки второй концерт это будет блистательный польский скрипичный дуэт, который должен был быть в том абонементе, который не состоялся из-за этой чертовой пандемии. И два блестящих польских скрипача, две реальных европейских суперзвезды с бешеным количеством гастролей, которые специально бронируют свои сроки на Россию по нашей с моим агентом просьбе, все-таки мы их привезем. И я знаю, что... Я хочу вот эту точку над «и» поставить. Я знаю, что у некоторых людей может возникнуть вопрос. Вот у нас такие политические отношения с Польшей, а вы везете сюда польских музыкантов. Вот я хочу по этому поводу прояснить свою личную позицию. Я ее уже озвучивал. Политики делают то, что они считают нужным. Военные делают то, что они считают нужным. И я им не указываю, что делать. А я музыкант. И я делаю то, что я считаю нужным. А я считаю, что искусство должно объединять народы. Оно должно быть тем мостом, которое убирает взаимную неприязнь, которое реально соединяет человечество. Я никогда не делил человечество. Я никогда не делил музыкантов по месту их жительства. Я всегда делю музыкантов только по их уровню. По уровню их профессионализма, по уровню их харизмы. Я могу сказать, что те поляки, которые, дай бог, чтобы приехали... А, кстати, одного из них вы знаете. Потому что он приезжал с Атом Стринг с квартетом. Да, да, да. На джаз-парк. Да. И тогда омская публика стоя, овациями провожала этих польских ребят. Это действительно. Потому что они реально гениальные. Они реально гениальные ребята. Вот. Так что мое политическое кредо в этом плане это здравствует музыка. Вот так оно звучит. И сейчас не помню третий концерт. Мне надо посмотреть. Может быть, вы мне напомните у меня в графике. Да, да, да. Это программа Jazz and Roll с Денисом Можуковым. А, с Денисом. Ну, что тут сказать. Готовьте каблуки, друзья мои. Потому что сидеть на месте вам не удастся. Проходы в зале к вашим услугам. Готовьте каблуки, отплясывать будете. Ничего другого нет. Jazz плюс Rock'n'Roll это убийственное сочетание. Наши подписчики оживились и пишут, да, что знаем, знаем, что так и будет. И пишут, что доверяют всегда вашему выбору. Может быть, какие-то вопросы появились еще у зрителей трансляции. Может быть, вы их зададите сейчас. Потому что, в принципе, мы потихонечку будем завершать наш эфир. Данил Борисович, единственное, пока еще, может быть, кто-то собирается с мыслями и задаст еще вопрос. Я хотела задать вопрос от себя. на прошлой неделе у нас в филармонии состоялся серьезный концерт классической музыки. Звучал Бетховен, шестая симфония, Моцарт, концерт номер 24. Перед концертом мы проводили специальное просветительское мероприятие для студентов. У нас очень студенческая аудитория любит классическую музыку. Мы строили его на отрицании каких-то предустановок, каких-то предубеждений по поводу классической музыки. То есть не объясняли, что должно быть, а говорили о том, каких ожиданий не должно быть. То есть чего не стоит ждать, на что не стоит настраиваться. Может быть какие-то есть у вас идеи по поводу того, какие ожидания снять до посещения джазового концерта. Не обязательно предстоящего, но может быть до погружения в джазовую музыку, до знакомства с ней. Вот что-то такое. Знаете, для меня самый плохой настрой, который может быть у публики, это когда человек, купивший билет, идет на концерт с мыслью «ну-ка, ну-ка, что вы мне покажете за мои деньги?» Ничего хуже я себе представить не могу, причем не для меня, а для него. потому что он тем самым закрывает человек свою душу для того, что музыкант способен в нее положить. Конечно, другой вопрос, способен ли музыкант со своей стороны что-то положить в чужую душу. Но если чужая душа закрыта этим вопросом «ну-ка, ну-ка, что вы мне?» то то плохо. Поэтому я советую друзья мои всем, кто идет на концерт, просто откройте ваши души. Просто придите для того, чтобы понаслаждаться, для того, чтобы получить то, что нам не способно дать телевидение. Например, наше телевидение не способно дать нам медитацию. Мы воспитаны на сплошной динамике, на боевиках, на ментах, на наследователях, на убийствах, на погонях, на любовных интригах, еще на чем-то, на детективах. А музыка способна дать вам все то, чего нету во всем, что я назвал и во всем остальном тоже. Ни в одном ток-шоу этого нет. И если вы откроете душу, вы это получите, и это неоценимо. Вся жизнь, когда мы постигаем искусство тишины, а оно постигается через музыку, как ни странно это звучит, когда мы постигаем искусство медитации, оно постигается через философию и искусство. когда мы постигаем искусство самопознания, а это тоже постигается в том числе и в концертном зале, а не только с помощью йоги, хотя и там вроде можно, но самопознание, когда твоя душа учится сопереживать казалось бы абстрактным звуком, которые выстраиваются в некую гармонию, которая пробуждает в душе нечто невозможное выразить словами, это и есть то, что мы называем живой душой. И это то, что ее питает. Ее не питает еда, ее не питают деньги, ее питает в основном искусство и вера, но только если искреннее. И вот приходите в концертный зал с намерением просто открыть вашу душу, а уж я постараюсь туда положить все, что только смогу. И ребята мои тоже, они искренние. Я бы хотел даже иногда, чтобы вы слышали наши обсуждения, вот когда мы переезжаем из города в город, мы же не про деньги разговариваем, мы разговариваем не про покупки, не про шоппинги, мы разговариваем про музыку, про наши программы, про то, что понравилось и не понравилось на прошлом концерте, как мы будем это изменять, мы про вас думаем, это реально так, и когда собирается вот такая группа, это счастье. Так что мы вас очень ждем, друзья мои, очень ждем. Спасибо вам большое, Данил Борисович, только вы умеете так настроить, замотивировать, вдохновить, очень ждем с нетерпением концерта, спасибо большое, а я как жду. Увидимся 11 апреля в концертном зале филармонии. Всего доброго. Спасибо. До свидания.